Здравствуйте! Наша программа появилась в эфире уже более 20 раз. И зрители часто задают вопросы, но это вопросы такие короткие, что большую программу на них не снимешь. И мы решили сегодня сделать особый выпуск, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Сегодня мой собеседник, проректор Буддийского университета Жаргал Бакша Дугданов. Жаргал Бакша. Часто ламы читают книги, как мы говорим, но всегда есть какие-то названия у этих книг. Или это будет сутра, или это будет садхана, или это будет тхарани, или это будет просто мантра, которую они произносят. Пожалуйста, объясните разницу между этими понятиями. Ну, когда мы читаем, есть именно сутр, например, возьмем. Сутра, если переводить с санскритского слова, то это означает нить. На тибетском мы ее называем до. До, что эти два смысла обозначают? Это собрание многих высказаний Будды и Бодхисаттв. Именно их неучение, именно трактовка, то, что сказал Будда, скажем. Или же наставление Будды, именно, возьмем, например, о пражне Парамите, да, например, которую, вот, например, мы говорим, Юм, книгу, да, пражне Парамиты, да, это считается сутра. Есть тантра. Тантра, вот, которая в ритуальной части идет, там основной используют крей-тантру. Ну, большая часть крей-тантр. Есть, конечно, другие танторы. Крей-тантра, это, смысл этой тантры, то, что оно создает действие, и, вот, и с помощью этих действий, она разрешает внешние и внутренние какие-то проблемы. Также само, если говорить тантра, это не ритуал. Тантра и мантра, и тхарани, это совсем разные, не то, что разные, они очень близкие друг к другу, но означают чуть-чуть немножко, есть особые тонкости. Например, мы говорим тантра. Это слово делится на два слога, скажем. Тан-тра. Танг, это имеется в виду тело, тра-это защита, защита тела, говорит. Ман, тара, мы говорим. Ман, это имеется в виду сознание, тра-это защита, защита сознания, говорит. Дарани, мы говорим. Вот, дарани, это идет, как бы сказать, тоже почти как мантра и тантра, но она, как бы, значение ее, если говорить, удерживающая ту тантру или мантру в памяти. И с помощью этой памяти реализовывают мудрости. Вот это из Дарани. Сутры и тантры, они чем отличаются? Они мудростью не отличаются, они отличаются только способами. Сутры — это реализация, например, определенного состояния Будды, скажем, через тхармакай идет, тхармическое тело. А тантры — это идет реализация себя в качестве Будды через рупакай, через материальное тело. И вот они только выдадут двумя способами. Из-за этого рупакай через тело, тантра, как бы, оно связано с этим пониманием. Мантра — для чего мы через тело хотим достичь просветления? Мы хотим осуществить свое сознание. Из-за этого мантра. Мантра — это, как бы, защита своего сознания, скажем. Также Дарани — это в основном используется, мы говорим, определенно божество. Имена каких-то божеств, почитания каких-то божеств, мы говорим, Дарани — это божество. Например, скажем, Дарани Будды, например, скажем, Мандзушири, да? Там Амара пацана дыгар. Это уже связано. Но вы же сейчас произнесли мантру. Это мантра. Ну, мантра, ее называют дзунгак. Ну, как бы сказать, мантра Тарани. Ну, почти они ближе, но чуть-чуть есть такое отличие. Я видела переводы на русский язык, и там, например, сутра обычно начинается так. Такую речь я слышала однажды. Пхагаван сидел там-то, там-то, там с ним рядом были те-то, и дальше целая история. Обязательно там есть мораль. Вот это, когда читают эту сутру, ее же читают на тибетском, читают вот от начала до конца, вот именно вот так же, да, вот это повествовательное все. Ну, как бы сутра, она всегда почти так и начинается. Будда же там поседал, скажем, в такой-то роще, там, в такой-то местности. Были столько учеников. Там сперва описывается всегда местность. Потом благо дхарма описывается. Потом о чем идет речь, какое благопожелание было. И оно делится на определенные, скажем, разделы. И общение идет с определенным бодхисатами. Или же двое бодхисатами между собой разговаривают. Возьмем, например, сутру сердца, да, говорим, черни мы называем. Там идет общение Шарипутры и Будда Волкотишвары. Между собой разговаривают. Что такое пустотность, как ее понимать, а не вопросы, ответы такие задания. Это идет сутра. Далее у нас идет уже, например, тантра, она уже сразу идет, реализуя себя там, через садхану идет. Садханна это что такое? Садханна это, как бы сказать, умилестворение, некоторые говорят. Некоторые переводят, на тибетском мы говорим, джуттап. Джуттап это способ реализации. Мы себя реализуем в качестве этого божества. Вот мантры, тантра, основной вот так идет. Но мантры же все произносятся на санскрите. Да, в санскрите языке, потому что мантры перевести это сложно. Почему сложно? В этих словах, это основном, их мы называем семена определенных божеств. Например, скажем, ом ахум, да, слово. Ом ахум ее трактуют по-разному. Кто-то трактует, что это тело, речь сознания. Кто-то там делит еще какие-то определенные, определенные, да, значения. Эти слова перевести сложно. Это слоги определенных божеств. Под ними, на самом деле, комментарии, это несколько тысяч томов, скажем. И ее взять и перевести одним словом почти невозможно. Потому что под ней скрывается много. И они остались так же на санскритском языке, как изначально было наставлено. А вот еще такой вопрос задают наши зрители. На каком языке давал учение Будда? Будда Шакимония давал, конечно, на санскритском языке, на индийском. Один из четырех основных индийских языков. Но и были использованы другие индийские языки. На основном санскритском языке. Но когда он давал учение, есть достоинство речи Будды. Речь Будды, она до такой степени имеет хорошее качество, что когда он говорит, каждый понимает на своем родном языке. Когда люди делают горо в Дугане, обычно в конце, вот перед выходом, стоит такой чайничек. Мы говорим, что там находится аршан, и они наливают его себе в левую руку. Вот что обозначает это? Расскажите, пожалуйста. Ну, как все мы уже знаем, вода имеет определенную память, скажем. Когда мы начитываем мантры, тантры, дарани, сутры, вот эту энергетику мы передаем воду. В этой воде находится определенная энергия этих мантр, скажем. Потом, когда человек на левую руку себе наливает и пьет. Почему на левую? Можно даже здесь объяснить. Левой более чище, чем правой. Мы больше пользуемся правой, из-за этого на левую, чтобы пить. И само значение аршан, мы на старомангольском пишется рашиян. Не аршан, а рашиян пишется. Что оно означает? Оно означает субстанции, очищающие болезни. Если дословно. На соскрытии мы говорим дудзи. Дуд – это имеется в виду. Под этим дуд, ну, как бы, он говорит, черт, можно дословно перевести. Или мара, да. Или гневный дух. Но означает или болезнь, или наши клиши. Дзи – это уже субстанция. Вот эта субстанция, которая подавила вот эти болезни, и так как лекарства мы его спим. Когда мы впиваем, мы обязательно должны его понимать, что как будто лекарства мы пьем. А почему такого желтоватого цвета? Ну, желтоватый цвет – это, как бы, считается чистый, распространенный, как бы. Ну, в буддизме желтый цвет – это успокоение, символ успокоения снов. Как вы замечаете, да, здесь желтый снов цвет – это символ успокоения. Это идет из истории со времен Будды, как бы, на самом деле. Вот вы сейчас употребили слово «клеши». Пожалуйста, подробнее раскройте это понятие. Ну, «клеши» – это, скажем, негативное наше сознание, неправильное наше мышление, ложное понимание. Под «клеши» можно все негативные наши побочные, скажем, ошибочные сознания, может, поставить. Ну, кроме воды, кроме аршана, иногда бывают и такие урилы, мы их называем. Я хочу, чтобы вы о них рассказали. А также вот о том рисе или какой-то крупе, которая используется на хуралах, о ее значении тоже. Ну, вот урил. Урил – это пилюля, можно перевести. Кругленькие, шарики маленькие. Но это делается из определенных трав, и ее реализуют через определенное божество, как бы ее вкладывают в определенную энергию, благословение, так скажем, да. Когда мы ложим воду, она как бы становится аршаном, ну, как лекарство это ложится. Там в основном урилу ложатся лекарства для пяти органов, на основном. Ну, есть там, есть дополнительные, но основные эти лекарства помогают пяти органам. Это сердце, легкие, почки, печень, желудок. Вот вот эти основные пяти. Чтобы они находились в стабильности. И когда, например, можно просто даже эти пилюли пить, да, урилы. Ну, пить, имеется в виду, или в воде его растворить, да, пить, или вложить под язык. Нельзя его проглатывать. Сразу нельзя проглатывать. Тогда он уже бессмысленный становится под язык или сосать его надо. Тогда уже, чтобы он растворился и через слюну попал в ваш организм. А вот эта крупа, которая используется на хуралах, я просто видела, когда проходят равные, потом люди собирают эту крупу, которую вот ламы таким образом подносят божествам, и просто говорят, что вот она тоже какая-то особая. Ну, когда вот, например, делается освещение, в таз ложится рис. Рис или какую-либо другую крупу, скажем, да. На нее налаживается зеркало, ну, то ли мы называем, да. На ней пишется мантра взаимозависимости. Е-дарма называется. Когда ее освещают, через воду пропускают, вот эта мантра полностью разбавляется с рисом. И оно становится, как бы, в каждой рисинке есть, как бы, эта мантра. Как бы освещенная. Освещенная мантра. И когда вот так брызгаем, мы с помощью этого устраняем что-то плохое и освещается оно. И потом, когда это соберет, то можно у себя дома брызгать. Или, например, дорога, когда мы едем, берем рис, можно туда полшица мешать и подносить божеством. Это вот точно так же, как говорят, что можно взять даже какую-то часть вот этого аршана, влить в другую бутылку, и там тоже по воде это все распространится, да? То есть такая же... В верхнюю часть чуть-чуть добавляется. Например, вы взяли в дацане, вам дают маленькую бутылочку с аршаном, а дома у вас, например, родственников очень много. Можно каждому туда ведро накапать, но чуть-чуть, и оно, как бы, ничего плохого не будет. И еще такой вот, мне лично часто задают женщины такой вопрос, можно ли посещать дацан тогда, когда у них критические дни? На самом деле это очень сложный вопрос. Почему? Потому что бывают случаи, когда необходимо посетить дацан. Когда необходимо посетить дацан для женщин, на самом деле это нежелательно. Но есть, если необходимость, то, как бы, надо себя обязательно окурить, ацан-загар, курить и не зайти, ну, как бы, не бегать, так скажем, под ацан, зайти в определенное место, целенаправленно пойти в турнир, куда вам надо. А так, почему нельзя, говорят? Например, во время критизни определенный идет запах. Этим питаются такие духи, как рудра называется. Они притягивают такие духи. Но если, например, здесь в дацане будет ходить беременная женщина, то в дацане основной люди раскрываются. Они, как бы, немножко себя чувствуют свободнее, спокойнее. И этот рудра, дух этот, негативный дух, он может попасть в чрево. И тот ребенок, который находится в чреве, он может его навредить. Из-за этого нежелательно. Спасибо большое. Жаргал-Бакша. Я думаю, нашим зрителям было очень интересно узнать ответы на те вопросы, которые они присылают нам в ответ на наши передачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова